Федор Трусов 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 домской области люди получали гораздо больше за гораздо меньше с другой стороны рассуждаем с вами памятное дело госпожи васильевой которую не говорил только ледневой по крайне мере и сумма побольше и наказание не сильно отличается я хочу сказать одно что закон должен быть один для всех и применяться единообразно ярким примером тому многочисленные дела там осужденных чиновников взять губернатора кировской области бывшего губернатора сахалина губернатора тульской области министр федерального министра к этим людям закон был собственно говоря менее снискорительным чем в случае с игорем анатольевичем митрофановым о каких-то заслугах господина митрофанова мне неизвестно один из его заместителей по моему фамилии савченко в бытность митрофанова начальником полиции был также осужден за получение взяток и приговорен к реальному лишению свободы кстати вот его размер взятки был гораздо меньше чем тот который получил митрофанов но вместе с тем господин савченко начальник областного управления по борьбе с экономическими преступлениями противодействия коррупции был осужден на 7 лет лишения свободы с одуванием наказания в колонии строгого режима тогда еще начальника регионального управления экономической безопасности константина савченко по заявлению бизнесмена кривошейна даже возбудили уголовное дело коммерсант заявил что полковник савченко получил от него взятку двумя смартфонами скандал получился громким один из эпизодов в отношении господина митрофанова касался того обстоятельства что он то что называется покрывал деятельность господина савченко когда-то находился на своей должности судя по всему да и тем не менее за один из эпизодов покрывания его своего то есть тем самым по сути значит покрывал этот по сути скажи так способствовал следствие считаю что он покрывал прокуратура с ним согласилась суд к сожалению не может самостоятельно указывать следователям как квалифицировать обвинение суд рассматривает только то что к нему приходит на стол и вот в этих рамках если потерпевшего в деле нет то соответственно позиция может быть преподнесена очень одноборно именно поэтому я думаю что кривошерин не является потерпевшим сказать лишен статусу потерпевшего суд удалился на совещание три часа спустя началось оглашение приговора организации у дмитра фановой было перечислено 3 миллиона семьсот семьдесят две тысяча семьдесят семь рублей не менее двух сотен листов судья мария нестребенко с небольшими перерывами зачитывала почти шесть часов при назначении показания суд учел характер общественной опасности совершенных преступлений личностные характеристики метрофанова награды по службе и состоянии здоровья в итоге восемь лет лишения свободы условно штраф в шесть половиной миллионов рублей и отсутствие возможности занимать руководящие должности в правоохранительных органах в течение пяти лет установлен обвинительный приговор законность судебного решения будет проверена после поступления приговора в прокуратуру вы слышали мою позицию я в пленях ее полностью высказал 40 минут вот моя позиция что касается дальнейшего здесь будем думать все-таки 8 лет условно за 290 часть 6 но еще 285 и за 159 я про них даже не говорю я про них даже не говорю я говорю о том что за совершение этих преступлений другие лица получали больше и закон к ним не проявлял никакого милосердия закон нужно проявлять но это не милосердие это скажем так очень тревожный звоночек я считаю что это не звоночек это удар в колокол о том что вы знаете все равны но есть более равны после вынесения беспрецедентного для современной россии приговора нам удалось связаться с андреем гривошейным и получить его комментарии в отношении данного дела я уже комментировал что он очень лояль но тем не менее прокуратура сколько запросила столько судья и назначил наказание я считаю что это очень мягкий приговор но тем не менее суд есть суд как жители города томска комментируют данный приговор в отношении игры митрофанова просто в шоке они не понимают как такое вообще могло было быть людей за украденный кусок сыра там бутылку водки дают реальные сроки здесь совершенно другой здесь три статьи причем они же доказаны но тем не менее был вынесен условный приговор господин кривошейн все-таки вы потерпевший по данному уголовного дела вы будете обжаловать приговор в отношении игоря митрофанова или нет действительно есть постановление никем не отмененное о том что я признан по этому делу потерпевшим мои адвокаты настаивают на том что я подал апелляцию я не вижу никакого смысла потому что я очень много сил потратил на борьбу и вообще делами надо и бизнесом заниматься вот прокуратура если считает нужно что у меня права нарушены пусть разбирается и подает сегодня мы обсудили очередной пример избирательности российского правосудия сколько можно у нас люди за кражу мобильного телефона уезжает на 5-7 лет реального а чиновники высокопоставленные сотрудники полиции причинив существенный ущерб государству простым гражданам отделываются легким испугом такой приговор как минимум не способствует увеличение доверия к российскому правосудию а на практике будет очередным разочарованием я не говорю что наша судебная система совершенна и давайте будем постоянно думать и не принимать решение связано и направленные на совершенствование нашей судебной системы но если разные судьи они руководствуются своим как раньше говорили социалистическим сегодня нашим демократическим правосознанием и законом но по-разному оценивают по каким-то непонятным и непрозрачным мотивам назначает разные наказания но это такого издержки наверное везде у нас они есть